Я хочу приветствовать уважаемых телезрителей и сказать, что сегодня мы начинаем новую рубрику, посвященную краеведению истории нашего города, которая будет иметь условное название «Исторический квартал». Это не значит, что мы будем рассказывать о квартале, обозначенном строго административно. Это будет рассказ о том или ином памятном месте, где проходила история наших предков. А сегодня, наверное, мы начнем с самого древнего места города Орла. Это место основания нашего города, стрелка слияния двух рек – Оки и Орлика. Во-первых, о реках, которые существуют здесь испокон веков. Река Ока по происхождению, скорее всего, финно-угорка, поскольку здесь когда-то жили финно-угорские племена, и вот они, видимо, и назвали эту реку Ока. Она ведь начинается совсем недалеко от города, и практически Орел – это первый населенный крупный пункт, который она пересекает. Река Ока от финно-угорского означает, Оки-Йоки означает просто вода или просто река. А вот Орлик, он имеет более интересную историю. Предполагается, что когда эти земли осваивались под пути татарских набегов, то подчас и реки приобретали, там, где переправлялись вброд, те названия, которые происходили из тюркских языков. И вот по-тюркски Орлик, или немножечко по-другому звучит Эрлик, означает стрела, стрелка. Действительно узкое, длинное побережье, такой язык тонкий, напоминающий стрелу, обозначается между двумя реками. Когда появились первые жители в этом месте, очень трудно сказать. В 1988 году по инициативе тогда отделения общества охраны памятников, ряда краеведомства, которых было я, мы все-таки решили провести фундаментальное археологическое исследование этого места и выяснить, когда же здесь появились люди. Была прорезана большая, широкая, четырехметровая траншея от этого места, где мы сейчас снимаем эти кадры. Сейчас здесь стоит камень, на этом месте был основан город Орел, повествует он. Так вот, от этого места, от центра, собственно, бывшей крепости, где сейчас разбита клумба, вплоть до церкви Богоявления, ближайшей к этому месту. Результаты были любопытные. Нам удалось обнаружить многие постройки, которые пересекал этот раскоп. Оказалось, что культурный слой, ну, он называется культурный, на самом деле возникал от нашего некультурия. Люди выбрасывали что-то, что-то перегнивало. Вот культурный слой, самый мощный в Орле. Здесь до четырех метров глубины, до четырех метров мощности. И в конце этого раскопа, там, где мы вскрыли огромный, широкий ров, уже в последний день практически работ, обнаружились очень интересные находки. Это было три находки. Это была дузочка, проверченная в трубчатой кости. Она сейчас лежит в экспозиции Кровеческого музея с несколькими дырочками. Это свирель. Вторая находка была гребень, поломанный гребень костяной, которым вычесывали нехороших насекомых из волос тех древних жителей. И третий предмет, особенно интересный, это была пряслица. Пряслица – это такой наверший веретена из сланца шифера розового, который делали только до XII века на Русе. Потом секрет был утерян, татарское нашествие, да и потом исчезли вот эти веретена. Появились уже прялки в XIV веке. И смысл в этих пряслицах исчез. Они, повторяю, необходимы были для того, чтобы веретено не перевертывалось. И вот особенно пряслиц, но и остальные предметы были идентифицированы как предметы XII века. Это, конечно, сразу поставило вопрос о том, а, собственно, когда же основан город. Возможно, он основан ранее, чем мы всегда думали, ранее, чем в XVI веке. Для этого есть очень много оснований. Дело в том, что вообще место слияния Океи-Орлика непростое. Это место низменное. Это сейчас реки, которые подпирают плотины, более-менее наводнены. Они могут быть ниже и выше. Но в любом случае наводнения заливают всю стрелку. Старые жители Орла помнят наводнение 70-го года, когда по пояс в воде стояла даже статуя освободителя Орла на месте, на памятнике 400-летия города. Поэтому трудно представить, почему здесь был основан город. Но на это есть ответ, если город был основан не в XVI, а в XII веке. На второй вопрос викторины, где располагался дом, в котором родилась Анна Керн, правильно ответило большинство зрителей. Но одно из первых – Наталья Колесникова. Следующий вопрос звучит так. Какой архитектор принимал участие в создании Орловского городского сада? Свои ответы присылайте нам на электронный адрес mail.sobako.ru с указанием имени и фамилии. Напоминаю, что победителей, ответивших на все вопросы викторины, ждет приз. Городище, которое здесь было, по всем планам более поздним. И, кстати, в соответствии с нашими работами, мы нашли остатки вала и рба. Оно было круглой формы, а не квадратной. В XVI веке делали уже квадратные. Вообще все начиналось с круга. Древние люди когда-то селились в круглых жилищах, и города тоже были круглые. Но постепенно все унифицируется, все становится более технологично. В XVI веке такая технология уже победила, и города стали прямоугольными при Иване Грозном. Почему же здесь круглый? Скорее всего, это еще одно доказательство того, что город был построен все-таки первоначально, в XII веке. И насыпанные крупные валы появились задолго до Ивана Грозного. Кроме того, климат меняется. Мы все видим, что сейчас, например, он теплеет. А вот в XVI веке было очень холодно. Уже в августе начинались холода, шел крупный град. Были страшные снежные заносы и кошмарные наводнения. А вот в XII веке было очень тепло. Теплее, чем сейчас. Реки совершенно не выходили из берегов. И даже такое низменное место было достаточно защищено, учитывая, что здесь, скорее всего, конечно, располагалась переправа. И крепость ее могла контролировать. Если город был действительно основан ранее XII века, то затем он, видимо, исчез. Возможно, конечно, в татарское нашествие. Но дело в том, что татар-монголы, скорее всего, не разрушили наш край при первом своем набеге. Лишь потом начались регулярные набеги крымских татар. Скорее всего, город был разрушен в тот период, когда в XIV веке этот край был оккупирован литовскими феодалами. И тогда, кроме того, начинаются еще междоусобные брани наших князей. Город, видимо, был сожжен. И остались только огромные валы из земли. И здесь следует вспомнить летопись, где описывается основание нашего города, летописное основание. Город, как известно по летописи, был основан, или, если угодно, возобновлен в 1566 году. Причем мы видим слова летописи. Там сказано, что город поставлен на поле на реке Орлее. Ну, последнее, то, что две буквы Е, Орлее, считают ошибкой переписчика, который никогда здесь не был, и написал два Е. Вообще такого слова не может существовать, как считают лингвисты, и поэтому, скорее всего, на реке Орле, ну, то есть на Орлике. Но, конечно же, кроме точных данных или научных предположений, обоснованных мнений, существует всегда поэтическая легенда. И мне очень хочется еще раз ее напомнить. Она связана с основанием или возобновлением города Орла в 16 веке. Она повествует о том, что царь Иван Грозный якобы увидел, когда решил основать город на этом месте, что с одиноко стоявшего на поле при слиянии двух рек высокого дуба, который стоял на месте церкви Богоявления за моей спиной, вспорхнул Орел. Он увидел его, якобы, и сказал, вот и хозяин полетел, бысть всему городу, имя Орел. Хотя, скорее всего, это действительно легенда, но она уж очень колоритна и красива, и даже наши краеведы стали уточнять, а какой мог быть вид орла, который мог гнездиться здесь, на берегах, который мог находиться на дном только дереве, среди степи, и вот как раз это Орел степной. Единственный вид орла может жить на камнях, может жить на скалах, или на одиноко стоящих деревьях посреди степи. Ну, а на этом мы сегодня с вами наш рассказ завершим, и мы будем очень рады увидеться с вами через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова